генетические основы прививок я сейчас боюсь про это говорить потому что нас и так мало меня смотрит а будет еще меньше стоит ли стоит ли изменение типом модификации изменения типа химеры изменение типом это самое интересное совсем этим не согласен только потому что это просто вынужденная от бессилия пытается как-то это ну вот-вот смотрит вот уже ну куда деваться ну куда ну куда ну надо же что-то придумать вот вам химера химера а это химера не хочет умирать химера должна умереть ну че пропускаю ладно вот это вот фотография делал мы собирали эти плоды вместе с знаете а вот его братьеван они видите как собираемся одно дерево друг и такие такие как это по двое дает он таки приводит эти чувствуете ростула я чувствую вот здесь уже не так выражена ростом еще такие средства вот знаете как собираем мы с ним урожай мелких много вот этих да это как бы улучшенная улучшенная сыновья манджурцы так называем и лежит на каждой 10 один огромный плод вот такой но это ладно не должен быть такой а эти то с чего вдруг то укрупнились два раза а видите вот вот это вот абрикос фаина вот это вот где видите тут выше атака пилина он погиб я оставляю всегда типа пенечка я никогда целиком не отрезаю они же от они же привыкли пошел манджурский абрикос манджурский абрикос пошел и ну один из сыновей манджурцы и выдал вот такие плоды смотрите красиво да опять улучшение опять укрупнение можно их это чтобы манджурцы сохраняли свои качества видовые свои качества назовем их сортовые назовем их генетические то есть супер морозостойко добавился вкус и так далее я никогда ничего до конца не отрицая и не это и не утверждаю наверное он потерял несколько градусов морозостойкости то есть вот это вот фаина роскошнейший форм с плодами 80 грамм бывает и 90 наверное она повлияла и таким образом что плоды стали благороднее ну наверное вот косточка в нем и вот этот вот побег побега который отрежется на мне уже есть такие у меня нашел все которые сразу 20 черенков именно сыновей манджурцы сразу день заказал он с ними будет работать я его считаю что спасибо я его пригодился 20 черенков те которые считаются дикари а какие они дикари ну-ка интересно да вот еще пример вот эти вот культурные косточки это плоды где-то 80 грамм а ну-ка сейчас до 100 грамм 8 90 грамм до 100 грамм так и опять возникает вопрос я хочу чтобы у меня есть небольшая делят потому что питаться растет но я все лишь позапрошу году их посадил 1 жизни достали жидели вырастут а сейчас придется под конец жизни послед еще как-то как-то это дорастить до плодоношения вот эти вот красавцы и никогда не поверю пока речь идет о вере у него дикарем вот это вот ягодная яблова сибирка вот это вот благородная вот это привита на это представляете это плодики это не подсохли вы действительно такого же размера несовместимость стопроцентно что сделал знаю что это бесконечная работа по это ягодная яблова сибирка забракована как подвой ну и на здоровье я просто взял через поколение постепенно постепенно приучал и теперь когда я ветку вот с такими будущими плодами приваю на эту я получаю биологическую совместимость за счет того что в этой ветке присутствует гены сибирки уже заранее то есть я обманул природу я имею на это право вот на этом бог и дал в мозги видите все это становится реальностью так способы размножения в принципе почему я это говорю это нам пригодится принципе есть генеративное размножение семенами я уже как беру самые простейшие примеры все-таки у нас мы проходим своеобразную лекцию своеобразную лекцию учебу учебу и вот вегетативное то есть могут размножаться вот это вот это нормально это естественно все все понимает хотя не все потому что ниже будет такое разборка вы красотища я вас интригую ну чуть ниже а вегетативное как это может быть кусочек стебля кусочек побега кусочек корня кусочек уса кусочек листик или части листьев и размножается вот это тайна почему никто не удивляется ребят я специально вот это вот показал как могло случиться что наука и использует называя это микроклонирование даже возьмет фрагмент какой-нибудь ветки назовет ее генетически чистой вот хотя все эти чепуха вот назовет ее проверенные на болезни значит нет там никаких бактериальных болезней а потом превращает пульпу а потом питательный раствор и любая клетка дает или может дать корень и вот именно вот это свойство вегетативное размножение то что каждой клетке заложено дерево она сто процентов вообще никакого отношения не имеет и дарвинизму никакого отношения не имеется современной нуке вообще хотя наука микроклонирование занимать это нас когда каждая клетка уже имеет в основе будущее целое дерево с корнями с скелетом с листьями почками с плодами любая почка еще раз любая почка это вообще это надо понимаете даже ну кто-то сейчас скажет давай следующую тему там есть интересно я же вас интригую вот ну как бы вот это заставить подумать понять что чудо из чудес не имеющего объяснения даже кроме того что кто-то как где-то это самое ангел архангелы под руководством самого господа бога с помощью это самое инженерии как бы сказать генетической инженерии взяли и дали свойства любой почки это еще почки а еще в этой почке миллионы клеток и вот эти миллионы клеток имеют возможность превратиться в дерево это невозможно это не то что там вот миллионы лет назад появилась земля а вот этот самый вот этот парень вот вам не смешно смотрите я к этому виду потому что не хотел на виду вот что вот этот парень да вот этот вот за 65 миллионов лет буквально вчера на самом деле знаете его размер вот такой вот это самое крошечное мягко питающие якобы уже ума нет уже не знали чтобы еще лишь бы только не не поклониться богу чтобы еще такое сказать как все-таки с помощью дарвина с помощью что у него сейчас лапки будут являться вот этот мозг вот знаете какой он меньше булавочной головки и за 65 миллионов лет он превратится в человека и это идиотизм идиотизмов дурь из дури и вот нету слов уже на нашем словаре вот это вот преподносится в школах а ладно вернусь разволновался что еще раз 100 триллионов клеток цифру который не может осознать чего на земле несколько математиков гения осознать и мы не можем такое число его невозможно осознать вообще и каждая клетка это человека как тут написано ведь это не я написал это наука которая сама себя высекла каждая клетка имеет свою специальность выполнять строго определенную функцию и это что сто триллионов заметьте триллион не миллиардов триллионов лет и вот это преподносится между того чтобы взять поклониться богу в конце концов и сказать ребята мы слепые хотят а ну давайте хоть немножко давайте хоть не 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 уговорим по что-то думает что это правда взяло и вот это вот лапки угрынили стали руками а мозги увеличили в тысячу раз вот так за годом год за годом это подвели все улице 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 и умнеет 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 и она потом это до 100 триллионов считать что на улице и вот хотя бы за сомневаться чтобы люди думали а стоит взрывать церкви потому что когда вы взорвали церкви и расстреляли священников следующее поколение подонков атеистов вас расстреляла а потом пришло еще одно поколение подонков атеистов расстреляла тех которые расстреляли этим и так продолжалось на протяжении всех сто лет поэтому мы живем часто ну вот он как это в этом укладывается в голове а почему отвлекся потому что это к нас касается прямую это ладно это другие но и так научили но я не туда пошли работать маши и его мотористов но тем еще не могут работать там где руками надо а где мозгами у них мозги может быть хорошая память как и написали что у нас шикарное образование понимаете вот видите а вот по 1000 рублей а я деру за эту самую которая станет дичком но это неправда не 1000 вот это допустим 20 а вот это шикарный абрикос вот этот 25 рублей вот эти вот вот но это ладно проехали то есть еще хотели уколоть у колоник теперь почему я вернулся к этого божественного здесь мы немножко нарушаем божественную заповедь но дело в том что это все вот это яблоко росло в райском саду я не сомневаюсь удалось немного увеличить его размер вот вкус увеличить не удалось на размеры удалось то есть они возвращаются свои размеры почувствовал себя комфортно чтобы почувствовать комфортно вот суровом краю сибирь и семечек вырастет или полудичок кстати винограду же кто же мне прислал то этот прекрасный саженец который вырос в лесу ну ладно у нас такие примеры есть значит или он будет поменьше а если роскошность сохранит культурность то просто замерзнет ну мы же не виноваты но в этот вспоминаю в эдеме этот адам и ева ходили прикрытые помните чем вначале даже ничем а вот это яблоко попробовал за усыгившись они прикрыли себя фиговым листочком нас к расходили голосом было тепло а здесь сибирь понимаете получаются или мы все переезжаем в этот скрым ну не получше всем или мы должны приводить наши делать ну бог нас простит и так еще раз вот и такивное размножение когда клетки в клетке даже не в стебле не не это не усы тут появились в клетке вся полностью программа развития целого дерева это выходит за такие рамки и учитель в школе на биологии должен вот так говорит делать вот такие розыгрызки дети вы представляете мы не обращали на это внимание ну поймите это чудо из чудес это божественное происхождение